Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Конечно, развитие транспортной системы во всех отношениях это использование нашей страной, ее конкурентных географических, я бы даже сказал, геополитических преимуществ. Экспорт транспортных услуг в прошлом году принес Российской Федерации примерно половину доходов, а может быть даже чуть больше, доходов от экспорта газа. А ведь газ это невосполнимое, извлекаемое, природное ископаемое. А что плохо? Главная проблема. Отсутствие финансирования для масштабных инфраструктурных проектов является сегодня большим препятствием для развития транспортной системы, а значит и всей экономики нашей страны. А кто должен дать эти инвестиции? Бизнес, государство, иностранные инвесторы? Вы практически ответили на этот вопрос. Давай. Но, конечно же, без поддержки государства ни один частный инвестор не вложит свои финансы и инвестиции, если он не видит, что государство заинтересовано в реализации этих проектов и готово вместе с ним рисковать, в том числе рисковать и деньгами. Что такое хорошо для России сейчас современной и что такое плохо? Я не понимаю, хотите, чтобы я сейчас предосхитил все выводы и все вдруг разъехались? Должна быть интрига. Должна быть интрига. Два дня нужно походить здесь. И прелесть форума в том числе заключается в том, что каждый должен сделать свои выводы, что такое хорошо и что такое плохо. Готовые рецепты не работают, работают выстраданные рецепты каждым участникам. Поэтому, знаете, мы не хотим давать рыбу никому, мы хотим помогать ловить эту рыбу. Но очень важно, чтобы этот ответ на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, для меня как личности, для меня как компании, для меня как государства, каждая нация, каждая компания, каждый человек нашел свой единственный правильный ответ. Ну, а вот лично для вас. Обучение нового поколения вот этим самым навыкам 21 века, это сегодня самое ключевое, что нужно сделать стране, чтобы страна была конкурентоспособной. Вы знаете, когда задаются столь категоричные вопросы, они сужают и проблему, и восприятие. Вы тогда не видите горизонт, вы видите только отдельную точку. Вот сегодня в мире три самых больших дефицита. Какие? Это дефицит правды, это дефицит доверия и дефицит созидательного взаимодействия и сотрудничества. Вот наш питерский международный форум ломает все стереотипы. Он открывает горизонт правды, доверия и созидательного взаимодействия. Я думаю, что у России очень высокий потенциал. И нужно говорить не о том, что будем делать, а скорее нужно констатировать то, что форум подтверждает то, что сегодня Россия уже действует, уже созидательно развивается. И горизонт, о котором мы говорим, он на самом деле очень перспективен. И я думаю, что очень хорошо, что сегодня здесь много молодежи. Потому что это площадка для них. Это возможность увидеть и понять свою личную роль, возможность своей самореализации в нашей большой и интересной стране. Что такое хорошо сейчас для России и что такое плохо? Главная беда и главный шаг, который нам надо сделать, чтобы выйти на абсолютно другой уровень. Моя точка зрения – это точка гуманитария. Мне кажется, что Россия должна сформулировать свою русскую мечту. Можно хотя бы приблизительно, скажем так, обозначить параметры этой мечты? Вот это какие архетипические ценности? Это ценности божественной справедливости. Это расширенное понятие. Потому что социальная справедливость – это гармоничное отношение человека с человеком и человека государства. А божественное – это огромное мировоззрение русское, которое его необходимо собрать и прокламировать, сделав, чтобы оно прозвучало из уст власти, из уст президента. Мы не смогли после Советского Союза перезапустить процесс технологического развития. Мы зачастую еще живем на этом базисе, немножко на этих традициях, передача из поколения к поколению опыта. Но вот новую модель быстрого развития технологического мы еще не создали. И у нас есть для этого возможности, есть резервы. Я считаю, что в ближайшие 5-7 лет, то есть, я сказал, 6-7 или 10 лет, станет для России серьезным вызовом в области технологического развития, соревнований и конкуренции за мировые рынки. Вот что такое сейчас для современной России хорошо и что такое плохо? Ну, вообще-то вопросы старые. Кому на Руси жить хорошо, этот вопрос задавали почти 200 лет назад и не получали правильного ответа. Тот факт, что начинается оживление экономики, это, безусловно, хорошо. Это позволяет говорить не об антикризисных мерах, не о преодолении и выходе из кризиса, а говорить о развитии. Другое дело, что все понимают, что в этом хорошо и есть и плохо, потому что без специальных усилий мы будем топтаться на месте. Это будут 1-1,5% от силы и дальше вполне возможен спад. Поэтому нужен рывок. Усилить роль государства в экономике, разбухший государственный надзорный аппарат, подсократить в разы, стимулировать реальные инвестиции, предприятия и так далее. Надо сделать все, чтобы любой рубль инвестиций ориентировался на самые передовые цифровые технологии. В любой отрасли, в любой сфере. Мы не сможем поднять авиационную отрасль, если наши самолеты не будут покупать другие страны. Потому что наш собственный рынок недостаточен для того, чтобы уповать только на него, в том числе вкладывать большие деньги в исследования и разработки. А если это так, он должен быть не хуже, не хуже американских, европейских самолетов и даже уже китайских. Поэтому тут хочешь не хочешь, но... Это просто наша обязанность. Это обязанность, иначе мы вываливаемся уже, как говорится, навсегда из тренда. Буду делать хорошо и не буду плохо.